Из балтийских глубин Славный город Кронштадт, он для русского флота оплот Здесь Андреевский флаг расплескался волною морскою И святой Николай этот город веках сбережет Море, море, Балтийское море Чайки снегом на сером просторе Море, море, Балтийское море И великий Кронштадт в государстве морском Славный город Великий Кронштадт И великий Кронштадт в государстве морском Славный город Великий Кронштадт Славный город Сетина с нелегкой морскою судьбою Своей грудью в тельняшке закрыл Ленинград от беды Весь изранен в боях за отчизну, но духом не сломлен Наделенный морскою судьбою он не победит Море, море, Балтийское море Чайки снегом на сером просторе Море, море, Балтийское море И великий Кронштадт в государстве морском Славный город Великий Кронштадт И великий Кронштадт в государстве морском Славный город Великий Кронштадт И вот матросик-салага Впереди еще много хорошего Город принял его, по-отцовски вперед поведет Станет он мореходом и хлеба морского изведает Будет хлеб то соленым и многое будет не так И куда за судьбой морячок не последует Где бы он ни бывал, никогда не забудет Кронштадт Море, море, Болотиское море Чайки снегом на сером просторе Море, море, Болотиское море И великий Кронштадт в государстве морском Славный город, великий Кронштадт И великий Кронштадт в государстве морском Славный город, великий Кронштадт Санкт-Петербург, заложенный в 1703 году на отвоеванных у шведов землях, стал оплотом России на Балтике. Ключом к городу должна была стать неприступная цитадель. Петр I, собственноручно промерив фарватеры у острова Котлин, приказал насыпать искусственный остров и возвести на нем укрепленный форт. Прямо на льду собирались срубы, которые затем заполнялись камнями и землей. Когда же лед под весом срубов проламывался и вся конструкция опускалась на дно, сверху насыпали грунт. Таким образом, весной 1704 года на искусственном островке была возведена мощная десятигранная трехъярусная башня диаметром 100 и высотой 23 метра. Форт был назван кроншлотом, что означает «коронный замок». Петр лично написал инструкцию первому коменданту. В ней предписывалось содержать сию цитадель с божьей помощью, аще случиться, хотя до последнего человека. И выход к Балтике, и новая российская столица были теперь надежно защищены. Все последующие годы росли и крепли оборонительные сооружения и форты, становясь неприступной преградой. Деревоземляные укрепления заменялись каменными. Новые форты, составлявшие первую линию обороны Южного Фарватера и батареи, представляли собой внушительную силу, имели достаточно мощное и современное вооружение. КОНЕЦ КОНЕЦ Еще со времен Петра в Кронштадте стоят боевые корабли. А сам город называют Колыбелью Русского Флота. И хотя теперь крепость уже утратила свое оборонительное значение, по-прежнему заходят в порт и встают на рейде корабли Военно-Морского Флота, ставшие неотъемлемой частью этого самого морского города России. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ